Петропавловские журналисты, бизнесмены и артисты решили провести необычный благотворительный эксперимент. На один вечер они все стали официантами. Собранные таким необычным способом чаевые будут переданы в дом ребенка. В Шымкенском фонде помощи бездомным животным пушистый ангел, больше 60 кошек и несколько собак. Сегодня фонд как никогда нуждается в помощи невнодушных казахстанцев. Ослабленным животным необходим ежедневный уход и усиленное питание. Алматинский зоопарк в новом летнем сезоне предстанет перед посетителями в новом облике. В зоопарке сделали реконструкцию, появились новые вольеры для животных. В Петропавловске журналисты, бизнесмены и артисты решили провести необычный благотворительный эксперимент. На один вечер они все стали официантами. Собранные таким необычным способом чаевые будут переданы в дом ребенка. Одна из нелегких работ в ресторанном бизнесе – это работа официанта. На летней площадке одного из кафе Петропавловска гости встречали известные журналисты, ведущие, директора организации, актеры и музыканты. В этот благотворительный вечер они стали звездными официантами. Все считают, что профессия официанта временная, она легкая, она студенческая. На самом деле это очень сложная, но с другой стороны очень интересная. Профессия официанта сейчас наиболее такая, имеет большой спрос после продавцов, после консультантов. Официант у нас входит в топ-тройку. Журналист Айдарбек Болгобеков говорит, что официантом работает впервые. В этот вечер он обслуживал один столик. Как рассказал Айдарбек, буквально за час он понял, что работать официантом оказывается не так просто. Честно сказать, никогда я не был официантом. Как-то я всегда думал, официанты, ну, что, ну, легко это. Легко и просто. А сегодня, когда уже сюда попали, убедился, что это не из легких, это тоже профессия. Здесь человек должен быть культурным, то есть тактичным. Разные люди приходят и каждого должен понять. За несколько часов работы официантами удалось собрать более 270 тысяч тенге. Отличилась в работе звездный официант Елена Семидоцких. За вечер она собрала порядка 68 тысяч тенге чаевых. Чуть меньше заработали Закержан Мамлютов и Ирина Панфилова. Все вырученные средства будут переданы в дом ребенка Североказахстанской области. В Шемкенском фонде помощи бездомным животным «Пушистый ангел» больше 60 кошек и несколько собак. Сегодня фонд как никогда нуждается в помощи невнодушных казахстанцев. Ослабленным животным необходим ежедневный уход и усиленное питание. Громким мяуканьем встречают нашу съемочную группу в приюте бездомных животных «Пушистый ангел». В небольших вольерах живут подобранные на улицах, обогретые и накормленные кошки и котята. Участок, где они жили почти год, продали. И сейчас приют переехал в новый просторный дом. В нем есть все удобства для жизни пушистых морлык. Этот дом был выбран по ряду нескольких причин. Во-первых, отдаленность от города, от жилых районов, от жилых массивов. То, что большое количество животных, собак мешает людям спать. С этим сталкиваются скандалы, соседними ссоры. Здесь большая территория. Здесь два у нас. Один жилой дом для человека, который здесь будет постоянно жить, ухаживать за животными. И два больших амбара. Один амбар 300 квадратов, один амбар 200 квадратов. Они закрытые, поле менее утепленные. Вот только за аренду дома нужно еще заплатить. Деньги хозяева жилища требуют за год вперед. До конца лета мы им платим каждый месяц по 50 тысяч. И потом мы им будем вынуждены сразу заплатить за год. Мы попросили у них подождать, что мы подкопим, отложим. И вот мы должны будем в августе им заплатить 600 тысяч за год. Помимо этого, животных нужно кормить, лечить и убирать за ними. Нам нужен брус, 5 на 5 желательно, хотя бы 4 на 5. Нужна мелкая сетка рабица и ОСБ. Это материал, нам уже шурупы, гвозди и рабочая сила, еще пару мужчин желательно. В приюте сейчас обитают 64 кошки, 17 из которых еще котята. Это сейчас сытые и довольные животные в полной безопасности живут в фонде «Пушистый ангел». А ведь у большинства из них нелегкая и зачастую трагичная судьба. Например, этого котика по кличке Моторчик силами нескольких волонтеров вытащили из мотора машины. Как это чудо попало туда, неизвестно, но спасли его вовремя. Авто не успели завести и животное не пострадало. Живут в фонде «Пушистый ангел» и собаки. Активные и доброжелательные, они бегают по просторному двору и играют друг с другом. Эти псы могут стать отличными охранниками и верными друзьями. Старые и больные собаки живут в закрытом вольере и несколько раз в день выходят погулять. Так у пирата ампутирована задняя лапка, но пес любит жизнь и обожает нежиться на солнышке. Кошки и собаки – животные социальные. Они очень любят, когда их гладят и играют с ними. Но за ними необходим постоянный уход. Приют «Пушистый ангел» приглашает волонтеров, которые смогут помочь с уборкой вольеров и кормежкой пушистых питомцев. Алматинский зоопарк в новом летнем сезоне предстанет перед посетителями в новом облике. В зоопарке сделали реконструкцию. Появились новые вольеры для животных. Удивительные животные – эти медведи. В них воплощены красота и мощь, загадка и опасность. Это самые крупные наземные хищники и, по мнению ученых, одни из самых умных млекопитающих. Алматинский зоопарк продолжает свою работу по реконструкции и благоустройству. При поддержке неравнодушных горожан зверинец недавно обрел новые вольеры для белого медведя и носорогов. Теперь жилище Алькора состоит не из решеток, а комнаты, которая охлаждается при помощи кондиционера, бассейна с проточной водой и скважины, мраморного пола. Кроме того, у Мишки появилась новая парковая зеленая зона, где он может проводить время в тени дерева. Такой подарок преподнес зоопарку меценат Сергей Спицын, который признался, что для него это была мечта с детства. В самое ближайшее время реконструкции подвергнутся и вольеры для бурых медведей. На сегодняшний день это маленький шаг в направлении развития зоопарка и сейчас много спонсоров дарят лавочки, скамейки. Не остаются в стороне производители пищевых продуктов, желающих улучшить рацион питания животных городского зоопарка. В частности, компания «Казахстан Бал-Онемдерэ» с торговой маркой «Казахмед» подарила свою продукцию для маленьких медвежат. Глядя на позитивные изменения, которые происходят в нашем зоопарке, мы не смогли остаться равнодушными. И вместе со своими пчелками, которые работают на просторах Восточного Казахстана, в Катон-Карагайских горах, собирают мед полезный для медведей. Кстати, само название «медведь» происходит от слова «мед», ведающий медом хищник. И решили поддержать начинание директора. Подарили медведям мед, который собирали наши пчелки с любовью. По словам директора зоопарка Ержана Еркомбаева, планы по благоустройству грандиозные. Но двигаться к ним нужно малыми шагами. Один из них – улучшать рацион питания животных. Мы вчера только говорили с нашим главным врачом о том, что в рационы медведей в современных зоопарках входит мед обязательно. У нас почему-то в рационе меда нет. Вот это будет первое экспериментальное кормление медом. Мы вчера учредили экспериментальное кормление для медведей, поменять рацион. И решили добавить мед. И вот это будет первый мед, который они попробуют. Хочется надеяться, что у алматинского зоопарка наступила светлая полоса. И животные теперь будут обитать в лучших условиях, чем прежде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова